Мы наработали и реализуем они уникальный опыт по стратегическому планированию и управлению собственным развитием на основе инноваций и вложений в человеческий капитал. В основе этого стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденная Парламентом Республики и принятая в виде закона в 2015 году. Свои пятилетние планы, стратегические и на уровне муниципалитетов также утверждены. С 2008 года каждые три года утверждается специальный инновационный меморандум. В 2010 году принят базовый закон об инновационной деятельности Республики Татарстан. Начинает складываться инфраструктура будущей «умной экономики», как мы ее называем. От ситуативного менеджмента мы во многом перешли к программно-целевому управлению. Для примера скажу, что в 2016 году доля программных расходов бюджета Республики Татарстан по 32 госпрограммам составили 96%. Это много. Татарстан последовательно реализует стратегию перехода от экспортно-сырьевой модели экономики к инновационной. Вы знаете, что Татарстан нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газохимическая, машиностроительная, авиастроительная, автомобилестроительная, вертолетостроительная, судостроительная – крупнейшее производство на территории нашей Республики. И организовать это сообщество в условиях рыночной экономики нужно очень многому еще учиться, и мы этого для себя во всяком случае не скрываем. Все это дает нам возможность развиваться более гармонично, уверенно, ослабляя зависимость от нефтедобычи и от цены нефти на мировом рынке. Как у нас принято в России говорить, уйти с нефтяной иглы, при этом использовать доходы от нефтедобычи для того, чтобы эту задачу все больше и больше выполнять. Ключевой роль в диверсификации и производстве высокотехнологичной продукции играют особые экономические зоны – Иннополис, Алабуга, Кластеры и территории, опережающие развитие. Активно работает разветвленная инфраструктура поддержки предпринимательства. Функционируют практически все известные виды технопарков, промплощадок, бизнес-инкубаторов и других новых форм. Значимой составляющей, проводимой в Республике экономической политики, является формирование благоприятного инвестиционного климата. Мы можем смело сказать, что Татарстан в условиях перехода и жизни, в условиях уже рыночной экономики постсоветского периода, мы научились серьезно работать с инвестициями, банковскими займами, кредитами, всеми финансовыми инструментами, которые есть в рыночной экономике. Значимой составляющей, проводимой в Республике экономической политики, является формирование благоприятного инвестиционного климата, что я и сказал. Очевидно, что для адекватного сопровождения столь масштабных изменений, необходимо качественно иная, гибкая, современная система общественного управления. Основанная на новейших информационных и социальных технологиях, проектном подходе. Хочу подчеркнуть особо, отрасль госуправления в Республике, по мнению экспертов, подобным требованиям в целом отвечает. Весомый вклад в закрепление лидерского положения в этой области вносит наш стратегический выбор в пользу развития интегрированной инфокоммуникационной системы «Электронный Татарстан». В ее рамках реализуются около 70 проектов. В системе электронного документа оборота работают все государственные и муниципальные органы, крупнейшие компании и общественные организации, зарегистрированные на территории Республики. Более 4700 таких структур, находясь в единой электронной базе и сети. Неоценимым источником оперативных данных, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений, стала информационно-аналитическая система социально-экономического развития Республики. Как председатель парламента не могу не отметить удобства сегментов электронного парламента, мобильного офиса, серьезные успехи у ресурса «Открытый Татарстан». Больше для своих коллег-студентов нашего университета скажу, что мы ушли от бумажных носителей при работе с законами, официальными документами. Все это закачано в айпады, в электронные системы каждого депутата, и мы находимся в компьютерной связи с ними, если они даже не находятся на территории Республики. Удобство, оперативность очевидны. Последний особенно ценен для нас площадкой по общественному обсуждению проектов законов с элементами краудсорсинга, мобилизации ресурсов людей по спредствам IT-технологий для решения общенациональных, общезначимых задач, а также заработавшим сервисом депутата Республики Татарстан. Действенными инструментами воспитания культуры гражданского участия, вовлечения в общественные дела считаю расширение подсистем народный контроль и народный инспектор. В том числе запуск категории просвещенных этноконфессиональной проблематике, охране труда, вопросам коррупции и государственных закупок через бюджетное финансирование. Свои достижения имеются в деятельности самодостаточных систем электронное образование, электронное здравоохранение, электронная культура, электронное жилищно-коммунальное хозяйство и так далее. Тем не менее, ключевая цель электронного Татарстана все же предоставление как можно большего количества государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде, бесконтактном виде. В этом деле мы без ложной скромности действительно добились значимых результатов в масштабах всей Российской Федерации. На портале Госуслуг Республики доступно 240 сервисов, создано почти 2 миллиона личных кабинетов, 300 тысяч раз скачано мобильное приложение. За 4 месяца текущего года оказано более 38 миллионов электронных услуг, в том числе совершено 3,7 миллиона платежей на сумму свыше 5,5 миллиардов рублей. Коммунальные платежи, штрафы, другие услуги, все остальное. Значимые услуги в режиме одного окна оказывают многофункциональные центры во всех районах и городских округах республики. В том числе, что для нас принципиально важно, в сельской местности, в поселениях. У нас 3 миллиона 850 тысяч населения в Татарстане, миллион 200 живет в Казани, около миллиона живет в сельской местности, остальные живут в малых и больших городах. Доступность этих услуг для жителей села, разбросанных по всей республике на 87 тысячах квадратных километров, принципиально важна для нас. Тем самым экономится огромное количество времени и нервов, если так можно сказать, наших граждан. А безличность операции значительно снижает их коррупциогенность. Вы знаете об этой проблеме, многие не понаслышке. Мы открыты и говорим честно. Далее. В целях ускорения инновационного развития мы придаем огромное значение подготовке квалифицированных управленческих кадров, глубокой модернизации образования. В Татарстане в этом отношении выстроена целостная система развития государственной и муниципальной службы. Действует президентский совет по вопросам кадровой политики и департамент госслужбы и кадров при президенте республики Татарстан. Базой для повышения квалификации определена высшая школа государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. В силу национальной специфики особое внимание в подготовке государственных и муниципальных служащих уделяем управленческим компетенциям в области этноконфессиональной проблематики. Больше для наших гостей скажу, что в республике Татарстан проживают люди, более 170 наций и народностей. Посмотрите, какое многоцветие, многоязычие, многокультурие, не учитывать которые власть просто не имеет никакого права, чтобы не создавать напряжение в обществе. Для ознакомления с передовым опытом реализуется грантовая программа «Алгарыш». Руководители министерств и ведомств проходят стажировки в мировых научно-исследовательских институтах Европы, в азиатских странах, в Сингапуре, в Соединенных Штатах Америки. По инициативе президента республики, руководящий состав органов власти и управления регулярно прослушивает лекции ведущих ученых, топ-менеджеров, отечественных и иностранных корпораций, бизнес-тренеров, в том числе и в режиме видеоконференции, доступно в связи. Например, в понедельник на этой неделе я тоже с большим интересом выслушал и принял участие в выступлении генерального директора и совладельца платежной системы Киви, господина Солонина, с лекцией по технологиям блокчейн для финансовой среды. Вот нашим-то финансистам, студентам, надо какую лекцию прочитать, прослушать. Крайне интересно. Вообще, для многих новаторство. Дорогие друзья, в своем выступлении я затрагиваю весьма ограниченный круг проблем, связанных с тематикой инноваций в сфере государственного управления. Безусловно, важным для нас остаются вопросы новаторства, полноты и качества нормативно-правового регулирования этих процессов. Вы знаете, что на территории Татарстана действуют все федеральные законы, но в рамках 72-73 Конституции России на базе нашей Конституции действует собственный закон, который принимает парламент Республики Татарстан. Все, что связано с инвентаризацией законов, подзаконных актов, мониторингом правоприменительной практики, внедрением оценки регулирующего воздействия и тому подобное, все эти инструментарии Республикой используются. Разделяя мнение, что эффективное управление всегда нуждается в эффективной экспертизе, в прошлом году при всех семи комитетах парламента Республики мы создали экспертный совет. Вынуждены были пойти на этот шаг, привлекая специалистов по направлениям, в том числе и специалистов Казанского Федерального Университета, которые любезно согласились и активно принимают участие. Представляется, что повышение качества управления способствовало бы более полной реализации принципа субсидиарности конституционно-договорных, межбюджетных и иных федеративных практик. В тех же целях стремимся стимулировать низовые инициативы, в том числе территориальное, общественное самоуправление, институты самообложения. Не во всех странах этот инструментарий применяется, но мы эффективно этими возможными пользуемся, привлекая само население к решению местных проблем через свое личное участие, в том числе и финансовое. Как уже сказал господин председатель, долгие годы, 15 лет работая в Конгрессе региональных и местных властей Совета Европы, могу сказать, в этой части наши взгляды в полной мере согласуются с общеевропейскими подходами. В качестве координатора Ассоциации законодателей Привозского федерального округа, куда входит 14 субъектов, председателем комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, это уже в президиуме Совета законодателей Российской Федерации, мы также констатируем актуальность исследований опыта межрегионального взаимодействия. Между субъектами Федерации, с приграничными регионами иностранных государств, между представительными органами власти всей в России, всех 84 субъектов Российской Федерации. И последнее, в качестве пожелания, позволю себе сказать, как потенциальный потребитель рекомендаций научного сообщества, ваших дискуссий, ваших резюме, выводов, я бы просил вас, чтобы предлагаемые вами разработки были доступны тем, кто принимает политические, управленческие решения и технологичные решения. То есть содержали бы не только выводы и конкретные предложения, но и алгоритмы и сценарии их практической реализации, с учетом специфики страны, региона, территории. В качестве иллюстрации многовекторности интересов республики, открытости и инновациям и просто для сведения информирую вас о том, что сегодня Казань принимает высоких гостей 9-го международного экономического саммита «Россия. Исламский мир». Казань саммит. Это девятый раз он собирается в Казани, приезжают известные банкиры, финансисты, ученые исламского мира. Мы многовекторные связи налаживаем с европейскими банками, с азиатскими банками и учимся работать в условиях требований этих банков. С коллегами из исламского мира намерены обсудить вопросы инвестиций, финансов, образования, индустрии халяльной продукции. Халяль – это для мусульман продукция, которая, так сказать, не запрещена Кораном, с урами Корана. Мы в Татарстане глубоко убеждены, что именно такие управленческие технологии через сближение позиций, согласование интересов, поиск взаимовыгодных форм партнерства и выступают залогом поступательном развитии всех наших государств и народов. Еще раз позвольте пожелать участникам конференции планотворного научного общения, обмена опытом, установления тесных профессиональных контактов, завязать дружбу, познакомиться, контактировать. Хочу пожелать вам приятного знакомства с гостеприимной Казанью и в целом республикой Татарстан и пожелать участникам больших успехов. Бигзу Рахмад, большое спасибо. Имею честь довести до вас обращение президента республики Татарстан к участникам и гостям 25-й международной конференции ВИСПАСИИ инновации управления в государственном секторе. Рад приветствовать вас в Татарстане, одном из самых развитых регионов России. Повышение эффективности государственного управления с применением инновационных технологий актуальная задача современного мира. Для нас очень важен опыт, накопленный в сети восточноевропейских институтов и школ государственного управления, где осуществляется интеллектуальный обмен, ориентированный на поиск новых методов и форм государственного и публичного администрирования. Уверен, ваш настрой и стремление к открытому диалогу позволят найти наиболее эффективное решение, касающееся инновационного развития территорий. В то же время обмен мнениями будет способствовать дальнейшему международному сотрудничеству. Желаю всем участникам конференции плодотворной и интересной работы. Президент Татарстана Рустем Мениханов. Еще раз приятного пребывания в нашей республике гостеприимном Татарстане, который готовится встретить конфедерацию футбола, чемпионат мира по футболу, много других спортивных соревнований. Жизнь республики наполнена такими интересными и важными событиями. Спасибо большое. Спасибо вам большое, председатель. Спасибо огромное. Господин Мухаммедшин. Спасибо вам большое за такой теплый прием. Спасибо вам за послание президента республики Татарстан. Мы очень рады, что эта конференция для вас играет такую большую роль и так важна для правительства республики Татарстан. И мы обещаем вам, что мы сделаем все от нас зависящее, все требующееся для развития гос- и муниципального управления в России, предоставляя информацию, деляясь своими знаниями, предоставляя поддержку любого рода. Спасибо вам большое. А сейчас слово предоставляется ректору Казанского федерального университета Гафурову Ильшату Равкатовичу. Добрый день. Уважаемый господин председатель, уважаемый Фарид Хайрулович, дорогие наши гости, участники конференции, мои коллеги, преподаватели и наши студенты. Позвольте мне сердечно поприветствовать вас в стенах нашего Казанского федерального университета на юбилейной конференции. Прежде всего хочу несколько слов сказать об университете, поскольку Фарид Хайрулович уже достаточно подробно презентовал результаты и достижения нашей республики. И я только хочу добавить, что все это стало возможным благодаря интеллектуальному потенциалу, который в основном формируется в вузах, расположенных также на территории нашей республики. и многие руководящие состав сегодня также выходцы из нашего Казанского федерального университета. Наш вуз был основан в 1804 году и является старейшим после московского непрерывно существующим университетом России и в том числе исторически вместе со своим московским собратом всегда был нацелен на подготовку кадров для государственной службы. Кстати, тогда именно два этих университета в Российской империи занимались подготовкой государственных служащих. А одним из четырех отделений, созданных при открытии Казанского университета, впоследствии ставших факультетами, было отделение нравственных и политических наук. За свою более чем 200-летнюю историю, университет внес заметный вклад в отечественную и мировую науку и образование. Международную известность университету принесли имена математика Николая Лобачевского, кстати, он 19 лет руководил нашим университетом и в этом году мы будем отмечать юбилейную дату, химиков Николая Зинина, Карла Клауса, Александра Бутлерова, астронома Ивана Симонова, физиков Евгения Завойского, Семена Атшулера и других выдающихся ученых. Здесь проходило становление таких всемирно известных личностей, как Лев Николаевич Толстой, Владимир Ильич Ульянов Ленин. Кстати, надо сказать, что первый руководитель правительства советского государства, господин Рыков, также был студентом нашего университета. Эти традиции сохраняются и сегодня. не побоюсь сказать, что более 80% руководящих состава нашей республики и города Казани, столицы республики Татарстан, сегодня это выпускники Казанского университета. Наши выпускники сегодня работают и в Москве, в городе Москве, в мэрии и работают сегодня в правительственных структурах нашей страны. На протяжении своей долгой истории университет прошел через ряд существенных трансформаций, в том числе и части существующих профилей подготовки. В течение небольшого отрезка времени в советский период гуманитарных специальностей в университете не было совсем в один период, однако затем их перечень постоянно расширялся. Хотя до революции 1917 года, то есть более 100 лет практически коренных трансформаций в университете не проходило. Сегодня в Казанском федеральном университете в равной степени представлены как социогуманитарные, так и естественно математические направления подготовки, мы являемся классическим университетом. При этом контингент студентов социально-гуманитарной специальности, в том числе в области экономики и управления, сегодня значительно больше по численности. Говоря об истории развития Казанского университета, необходимо отметить, что он прошел через периоды как разукрупнения, так и интеграции. В частности, в советское время, а именно это период 30-х годов прошлого века, профильные подразделения университета, ряд его факультетов и кафедр стали основой для самостоятельных институтов. Сегодня это крупные казанские отраслевые вузы и научные исследовательские учреждения. В свою очередь, период с момента учреждения федерального университета стал временем интеграции, а мы получили статус федерального университета указом президента Российской Федерации в 2010-м году. Так вот, в состав университета вошли несколько учебных заведений, представленных на слайде, в том числе Казанский финансово-экономический институт, в стенах которого мы сейчас с вами и находимся. Помимо высших учебных заведений, в нашей системе сегодня находятся два лицея, и с 2016-го года в структуре университета работает клиника, нацеленная на трансляцию последних достижений медицинской науки практику. Это тоже крупные, самостоятельно ранее работавших три медицинских учреждения республиканского подчинения, по решению руководства республики они были переданы в состав университета. Так на сегодняшний момент выглядят список наших структурных подразделений, в их числе вновь созданные, выделенные зеленым цветом. На следующем слайде показаны основные численные показатели нашего сегодняшнего состояния. Это более 40 тысяч студентов, в том числе и на это хочу обратить ваше мнение более 10 процентов иностранных обучающихся. Более, точнее, около 700 образовательных программ, более 3000 человек профессорского преподавательского состава. В целом в университете в различных структурах работает сегодня более 11 тысяч сотрудников. Все это делает Казанский университет одним из крупнейших и наиболее многопрофильных учебных заведений Российской Федерации. Но мы понимаем, что без концентрации материальных и интеллектуальных ресурсов мы не сможем сделать качественного рывка в развитии университета в его международном позиционировании. Поэтому, изучив карту научных исследований, осмыслив основные глобальные вызовы, проанализировав потребности общества, бизнеса и государства, взвесив свои слабые и сильные стороны, мы сфокусировали свои условия усилия на приоритетных направлениях, отражающих те области, в которых накоплен наиболее мощный научный потенциал и которые способны обеспечить ускоренное технологическое развитие нашей страны. За минувшие годы мы осуществили переход к модели университета 3.0, который к образовательной и научной составляющей присоединяется инновационно-технологическая. Работа университета в направлении внедрения своих наработок практику происходит на различных площадках, которые мы называем площадками трансфер-технологий в зависимости от профиля. Для медицины это прежде всего университетская клиника и наше собственное производство в области создания новых фармсубстанций и средств их доставки. Для геологии нефтегазового дела это полигоны нефтяных компаний наших партнеров, для педагогики это наши собственные лицеи и так далее. Изменение модели работы вуза потребовало изменений и в организационной структуре. С целью реализации общегосударственной политики на университетском уровне созданы дополнительные органы управления. Прежде всего это попечительский совет, который решает вопросы взаимодействия с властью и бизнесом, осуществляет привлечение дополнительных ресурсов, осуществляет формирование актуальных для общества проектов. Попечительский совет возглавляет президент нашей республики и его решения в основном ориентированы на конкурентноспособность самой республики в целом и его предприятия в частности. Значит, у нас также имеется свой наблюдательный совет, который несет ответственность за все действия с имущественным нашим комплексом и контролирует целевое расходование наших финансовых средств. Возглавляет его наш выпускник, министр информационных технологий и связи Российской Федерации Николай Анатольевич Никифоров. В свою очередь созданную дирекцию программы в области глобальной конкуренции координирует специальная созданная дирекция и международный совет, который возглавляет профессор Найори Нобелевский лауреат в области химии. Он из Японии. Наше участие в программах развития и повышения глобальной конкурентной способности простимулировало выход на новые рубежи научной активности и присутствие в глобальном публикационном пространстве. На графиках хорошо виден динамичный рост этих показателей за прошедшие годы. Достигнут значительный прогресс и в международных рейтингах. Сегодня мы занимаем наши позиции в различных рейтингах здесь представлены. Прошу обратить внимание и на правую сторону данной слайда, где представлены предметные рейтинги. Хочу также сказать, что любые трансформации, в том числе и изменения названия, конечно, всегда негативно влияют на позиции в международных рейтингах, поскольку иногда не отличает, что такое государственный университет, что такое федеральный университет, поскольку в последние годы практически все высшеучебные заведения города Казани стали тоже университетом и называются казанскими университетами, что, конечно, создает нам определенные трудности. Касаясь наших стратегических программ и приоритетов, я говорил о концентрации ресурсов и усилий, но это лишь одна сторона медали. Необходимо отметить, что другими нашими принципами является создание такой среды и такой инфраструктуры, где наше образование было бы непрерывным и интегрированным практически во все сферы деятельности. Именно поэтому наш университет уделяет значительное внимание вопросам непрерывного образования и повышения квалификации. У нас есть соответствующие центры для подготовки в области бизнес-образования, делового администрирования, промышленного производства и банковского дела, переподготовки учительских кадров и изучения иностранных языков. Это достаточно удобно нам, поскольку мы, осуществляя переподготовку уже работающих на предприятиях и учреждениях людей, начинаем понимать те проблемы, которые существуют на сегодняшний день в экономике и способны транслировать сразу же их и должны это делать в первичную подготовку наших студентов. Разумеется, одним из ключевых направлений в этой части является обучение для целей государственной и муниципальной службы, которая ориентирована на практические потребности региона и страны. В частности, на базе университета организована высшая школа государственных и муниципальных служащих, которые с каждым годом охватывают все большее количество слушателей. Широк круг наших международных связей в этой сфере с партнерами из Китайской Народной Республики, Сингапура, с Казахстана и других стран. Помимо этого, проводятся конкурсы для государственных служащих, организуются программы переподготовки для преподавателей соответствующих дисциплин, запущена программа повышения финансовой грамотности среди всего населения нашей Республики. О многом о этом говорил в своем выступлении Ифарид Харовович. Если за переподготовку и повышение квалификации госслужащих отвечает высшая школа, то первичная подготовка специалистов в области государственного управления это зона ответственности Института управления экономики и финансов, а именно кафедра государственного и муниципального управления. На графике отражено количество выпускников программы разных уровней за прошедшие годы. Кафедра нацелена на освоение новейших тенденций в управлеченской науке и активно сотрудничать в этом направлении как с местными, так и зарубежными коллегами. Отдельно следует отметить Малую Академию государственного управления. Это специально созданные программы, нацеленные на привлечение государственной службы молодых талантов не только из нашего университета, но и из всех других вузов республики, причем из различных предметных областей. Здесь мы несем на своей площадке миссию интегратора. Поступающие проходят строгий отбор и впоследствии получают образование в обществе столь же мотивированных и целеустремленных коллег, которые желают в дальнейшем связать свою судьбу либо с государственной, либо с муниципальной службой. Уважаемые коллеги, в течение предстоящих дней на этой конференции будут обсуждаться самые насущные вопросы государственного и муниципального управления, прежде всего бюджетная политика, взаимодействие с общественностью, развитие электронного правительства, межгосударственное сотрудничество и многие другие. Это замечательная возможность для всех участников поделиться новейшими наработками, что очень важно динамично изменяющимся в сегодняшнем мире. Я надеюсь, что здесь будут налажены прочные связи и налажены кооперации между специалистами в области подготовки государственных и муниципальных служащих. Будут установлены долговременные контакты между нашими коллегами и зарубежными нашими партнерами. По крайней мере, я на это надеюсь. Желаю всем участникам конференции успехов конструктивного общения и дай Бог наше сотрудничество начинающееся сегодня будет достаточно долгим, так же, как история нашего университета. Большое вам спасибо, Бигзюр Рефмер. Пожалуйста, позволите мне дать слово первому спикеру данного премьерного заседания, Олегу Пелевину, министра экономики Республики Петербурга. Добрый день, уважаемые участники конференции. Фарид Харулыч уже в начале очень много рассказал о Республике Татарстан, но тем не менее вкратце добавлю с небольшой презентацией. Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. Презентацию можно? Включите. По объему валового регионального продукта Республика занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации. По сельскому хозяйству объему инвестиций в основной капитал третье место. По промышленному производству и строительству пятое место. По большинству рейтингов, проводимых федеральным центром Республика Татарстан занимает лидирующие позиции. Два года подряд Республика Татарстан занимает первое место по результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата. промышленность в структуре экономики составляет свыше 40%. Сама структура промышленности выглядит следующим образом. Также вы видите на слайде. Обращаем внимание, что у нас продолжается рост доли обрабатывающих производств. Буквально за несколько лет она прирастает на 8% пунктов. В основном, конечно, это происходит за счет реализации в Республике крупнейших инвестиционных проектов. И в настоящее время доля инновационной доли обрабатывающих производств в структуре промышленности составляет свыше 70%. В 2016 году в Республике Тарстан по основным макроэкономическим показателям наблюдалась стабильная положительная динамика, превышающая среднероссийские тенденции. По итогам 2016 года темп роста валово-регионального продукта Республики составил 102,5%. Объемы валово-регионального продукта и промышленного производства достигли почти 2 триллионов рублей. Индекс промышленного производства 103,5%. Рост экономической активности продолжается и в текущем году. Валово-региональный продукт по итогам первого квартала вырос на 4,2%. Рост промышленного производства составил 104,7%. Полномерный рост экономики обеспечивается в том числе благодаря эффективному стратегическому планированию в Республике Татарстан. В 2015 году была принята стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Разработка стратегии 2030 велась в многостороннем диалоге с участием привлеченных экспертов, местного научного сообщества, бизнеса, общественности, власти и всего населения. Для всех жителей Татарстана была предоставлена возможность внести свои предложения через официальный сайт проекта В рамках реализации стратегии республики в прошлом году всеми муниципальными образованиями утверждены свои муниципальные стратегии. Разработка муниципальных стратегий также основывалась на принципе открытости и максимального участия всех заинтересованных сторон бизнеса, местной власти и общественности. Необходимо отметить, что работа по формированию муниципальных стратегий проводилась централизованно с участием Министерства экономики, Центра экономических социальных исследований и Казанского федерального университета. Необходимо отметить, что Казанский федеральный университет вносит большой вклад в разработку документов стратегического планирования как муниципального уровня, так и в целом на уровне республики Татарстан. Очень важно, что такое взаимодействие с федеральным университетом выстроено по очень многим направлениям. Это и стратегическое планирование, обучение, подготовка, переподготовка кадров, инжиниринг и многие другие направления. От расширения взаимодействия с вузами, научными организациями и реальным сектором экономики повышается эффективность работы в государственном секторе. Что касается других приоритетных инновационных направлений в государственном секторе, это безусловная информатизация. Фарид Харулыч об этом уже говорил. Информационно-коммуникационные технологии в республике считаются различными экспертами на достаточно высоком уровне. По многим рейтингам мы находимся на лидирующих позициях. Так, например, по количеству интернет-пользователей республика Татарстан находится на первом месте в Приволжском федеральном округе и на третьем месте после города Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день переведено в электронный вид 240 государственных и муниципальных услуг и сервисов. Ежегодно растет востребованность электронных услуг. За 4 месяца 2017 года оказано более 38 миллионов электронных услуг, совершено более 27 миллионов электронных запросов, осуществлено более 6 миллионов записей в электронную очередь, совершено более 3,5 миллионов платежей на сумму более 5,5 миллиардов рублей. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Республике Татарстан организовано через информационные терминалы самообслуживания, так называемые информаты, портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, услуги.татарстан.ру, а также мобильное приложение услуги ИРТ для устройств на платформах iOS и Android. С помощью обычных смартфонов люди записываются на прием к врачу, проверяют электронный дневник у детей, баланс школьной карты, подают заявление на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, просматривают и оплачивают в электронном виде с счет фактуры, проверяют наличие и оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения и многое-многое другое. Следующее направление, где мы также являемся лидерами, это единая межведомственная система электронного документа оборота Республики Тарстан с применением электронной подписи. Она внедрена еще в 2006 году, по состоянию на сегодняшний день в едином контуре электронного документа оборота содержится 170 миллионов документов объемом свыше 400 терабайт. Ежедневно создаются более 195 тысяч новых документов и 365 тысяч резолюций, более 220 тысяч учетных записей пользователей. Система позволяет обмениваться документами в электронном виде с федеральными органами власти, а также с рядами администрации субъектов Российской Федерации. Благодаря такой системе весь документ оборот проходит через интернет и позволяет отдаленно от рабочего места согласовывать и подписывать документы в любое время. Создан информационный портал «Открытый Татарстан», который имеет два контура для органов власти отдельно и отдельно для населения. В целом электронный документ оборот и портал «Открытый Татарстан» помогают существенно повысить скорость доступа к информации и принятия управленческих решений. Следующее инновационное направление, по которому мы проводим работу, это вовлечение граждан в управление и мониторинг жизнедеятельности. Создан портал «Народный контроль», куда каждый житель может сообщить о проблемах, к примеру, о ямах на дорогах, несанкционированных свалках. Данные сообщения направляются в оперативном порядке для работы с соответствующим органом власти. Информация об устранении данных нарушений регулярно направляется в том числе и президенту Республики Татарстан. Уведомления принимаются по 54 категориям. За 4 месяца 2017 года опубликовано около 16 тысяч уведомлений. Из них решено уже более 11 тысяч. Таким образом, более 70% уведомлений решаются. Это действительно очень высокий процент, и мы и дальше будем работать для удовлетворения заявлений наших бдительных граждан. Есть отдельное также приложение для безопасности дорожного движения и соблюдения правил городского благоустройства. Так называемый «Народный инспектор». За 4 месяца 2017 года уже подано более 15 тысяч заявок, и граждане активно пользуются данным сервисом. Эффективно выстроена работа по вовлечению граждан Республики Татарстан в вопросе благоустройства территории Республики. 2015 год был объявлен годом в парках и скверах. 2016 год – год водоохранных зон. Работа проводится во всех районах Республики. Как представлено на слайде, 183 парка и скверы было реконструировано и создано вновь. 21 набережная в 20 муниципальных образованиях также были отреконструированы. Очень важно, что в данную работу активно вовлечены как предприятия, спонсоры, меценаты, так и сами граждане Республики. Вот я привел на слайде пример. Это тот пример, когда обсуждается проект реконструкции и создания нового парка. Обратите внимание, да, на переднем фоне граждане более старшего возраста, но на заднем фоне вы можете увидеть и молодежь. Это всего лишь один пример того, как действительно граждане сами формируют вокруг себя комфортное для них общественное пространство, выбирают те проекты, которые действительно будут для них максимально удобны и комфортны. И очень важно формирование таких общественных пространств. И вот реализация такого проекта в Республике показала, что это действительно хороший пример эффективного взаимодействия региональных, муниципальных органов властей, бизнеса, спонсоров и самих граждан. Ведь не секрет, следующим этапом после реконструкции и строительства должна быть общественная и культурная жизнь на них, формируемая в основном общественными инициативами и поддерживаемыми органами власти. Это для примера, просто хочу показать, сверху на слайде нарисованы как раньше были парки и что случилось после реконструкции. Вы можете увидеть, насколько меняется жизнь в общественных пространствах. Вот второй пример, это Актанышский район. И вот третий пример, Азнакайский район. Я хочу сказать, что таких примеров очень-очень много, это всего лишь три слайда таких парков. У нас было 183 по всей Республике, и данная работа продолжается. Также успешное развитие получило привлечение средств самообложения граждан на мероприятия по благоустройству территории. Пятый год подряд реализуется программа самообложения, в рамках которой на каждый рубль, собранный из граждан, бюджет Татарстана добавляет свои 4 рубля. В 2016 году более 87% городских и сельских поселений Республики участвовали в программе самообложения, и уже на 2017 год доля городских и сельских поселений, которые приняли участие в этой программе, составляет 95%. В бюджете Республики на эти цели на 2017 год заложено 1 миллиард рублей. В основном эти деньги идут на проведение дорожных работ, ремонт и содержание кладбищ, решение в сёвах и деревнях вопросов водоснабжения. Кроме того, они идут на обеспечение пожарной безопасности муниципалитетов, содержание полигонов ТБО, очистку рек, родников, озёр, установку и реконструкцию памятников и другие мероприятия. Но самое главное, меняется культура, культура поведения самих граждан, ведь не секрет, если само население тратит на благоустройство свои личные средства, конечно, и отношение к результатам этого труда у них совершенно другое. Большую роль в привлечении граждан к решению вопросов местного значения играет деятельность территориальных общественных самоправлений. На сегодняшний день на территории Республики создано 364 территориальных общественных самоправлений. Они решают вопросы, которые возникают у жителей, к примеру, ремонт дома, благоустройство двора, обустройство детской или спортивной площадки. Соответствующие средства на поддержку деятельности территориальных общественных самоправлений также ежегодно предусматриваются в бюджете Республики Татарстан. В ходе своего выступления я кратко остановился только на двух направлениях инновационного развития в государственном секторе. Это информационно-коммуникационные технологии и вовлечение граждан в управление. Вместе с тем самую большую роль во внедрении инноваций в госсекторе в первую очередь играют кадры. В подготовке кадров уделяется особое внимание президентам республики. И здесь мы также хотим отметить важную роль Казанского федерального университета. Все государственные и муниципальные служащие проходят повышение квалификации на базе федерального университета. Это действительно значимая работа. У нас есть чем сравнивать. Мы общаемся и с другими регионами, и с федеральным центром. Здесь однозначно можно сказать, что и в этом вопросе в республике имеется лучший опыт по подготовке и переподготовке кадров для государственной и муниципальной службы. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание. Мы ставим четкие цели и индикаторы для самих исполнительных органов государственной власти и органов местного самоправления. И спрашиваем за выполнение индикаторов, и премируем, исходя из их выполнения. То есть каждый сотрудник в министерстве или в органах местного самоправления знает, что от качества выполненной работы и выполнения соответствующего КПИ зависит его поощрение. Система индикативного управления в республике реализуется уже порядка 20 лет. Одновременно внедряется система проектного управления. Например, ее элементы уже были использованы при проведении международных мероприятий, таких как универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта. Конечно, мы ее используем для чемпионата мира по футболу. Данная система используется и при строительстве крупных как спортивных объектов, так и промышленных объектов. Мы также внедряем систему управления по отклонениям при формировании и реализации прогнозов развития отраслей экономики. В целом, есть много направлений, где мы внедряем и будем внедрять инновационные подходы. Для этого мы находимся в постоянном процессе обучения, и, как Фарид Хайрулович сказал, мы не стесняемся об этом говорить. Мы ездим в различные страны, различные субъекты Российской Федерации, изучаем и перенимаем передовой опыт. Надеюсь, и сегодня мы откроем для себя много нового, что в дальнейшем будет внедрено в систему государственного управления республики и значительно повысит ее эффективность. Всем участникам желаю успехов в работе конференции. Спасибо за внимание. Спасибо за презентацию, за эту очень ценную информацию на экономической основе. Это также в связи с инновационными подходами и связанными с потребностями инновационного управления. Это очень хорошо подходит интересам нашей конференции. А сейчас позвольте мне представить следующего выступающего, мэра Иннополиса, Руслан Шагалеев. Он собирается нам рассказать о только что построенном и основанном городе, городе-спутнике Казани. Это будет очень хороший пример нового управления. Добрый день, уважаемые участники. Я вижу в зале много студентов. Добрый день, студенты. Как у вас сессия? Сессия началась? Ладно, вам ни пуха, ни пера. Громко не аплодируйте. Вон девушка проснулась даже. Спасибо большое за то, что пригласили. Я хотел бы вам рассказать о городе Иннополис. В первую очередь для наших гостей, для гостей республики. Я думаю, что в Татарстане, в принципе, более-менее все знают, что это такое, что это за зверь, с чем его едят. Начну издалека. Вообще про IT-индустрию. Ни для кого не секрет, что IT-индустрия наиболее быстро растущая индустрия в мире. На графике вы видите процентное отношение, процент ВВП, относящийся к IT-индустрии, от общего ВВП стран мира. Как вы видите, нам есть к чему стремиться. 2,8%. Это, конечно, фактор, который нам, с вами, нашему поколению нужно будет менять. Это наша задача, это тренд мировой. Глобальные потребности 26,5 миллионов к 2019 году специалистов в IT-индустрии. Вообще, IT-специальность становится, переходит из разряда hard skill to soft skill. То есть это так же, как знание русского, английского языка, письменности. Станет необходимым и обязательным требованием во всех видах нашей деятельности. Следующий график показывает внешнюю конкуренцию за кадры. Синим отмечены страны-рецепиенты, красным компанией-доноры. Как вы видите, Россия наряду с Китаем и Индией является пока кузницей кадров. И, к сожалению, кадры в поисках лучшей жизни для себя зачастую, особенно высококвалифицированные кадры, уезжают в США, Великобританию и так далее. Наша задача создать центры притяжения в России таким образом, чтобы молодые специалисты, молодые семьи хотели и могли, имели возможность остаться в стране и развивать экономику, поднимать IT-отрасль. Несколько цифр. В США за трудовую карьеру семьи меняют 5-6 городов. Для них переехать из одного в другой город, наверное, проще, чем для многих из нас переехать из одного в другой район города. В России только сейчас это становится трендом и именно в специальности по IT. Потому что IT-специалист, он не привязан к технологическим территориальным, он экстерриториален. Теперь в двух словах про Иннополис, потом я попытаюсь свести две несвязанные части своей презентации в одну. Объясню, почему я начал именно с этих слайдов. Город Иннополис находится примерно в 40 километрах от Казани, как вы знаете. В живописном месте, где впадает Свияга в Волгу, многие из вас были там еще до того, как был построен Иннополис. Там находится горнолыжный курорт. Про логистику еще хотелось бы что сказать. В радиусе тысячи километров, это справедливо, в том числе и для Казани, находятся 10 из самых, из 15 крупнейших городов России. Таким образом, тысячи километров, это то комфортное расстояние, на которое, в принципе, любая семья, любой человек может без особого дискомфорта переехать. Иннополис сейчас, это три основные составляющие. Это университет Иннополис. На сегодняшний день там обучается 554 студента. 180 из них в этом году выпускаются, и набор на следующий год открыто 250 человек. Проектная мощность университета – 5000 студентов. Второе – это особая экономическая зона. Центр деловой активности города с преференциями, налоговыми льготами для компаний, чья деятельность связана, так или иначе, с технико-внедренческим опытом. Это в основном IT-компании. И третья составляющая – это комфортная городская среда, среда для жизни. Как показала практика, многие молодые семьи, специалисты с удовольствием переезжают в город, в котором есть собственное комфортабельное жилье по невысоким ценам, детский сад, школа и вся необходимая инфраструктура. Таким образом, главы семейств могут заниматься своей работой, совершенствоваться, зарабатывать деньги, а их семья находится в это время рядом с ними, в комфортных условиях и на поле с цифрах. 1200 гектар – текущая площадь города. Конечно, освоено у нас не больше 2%, порядка 5 гектар, но мы – молодой город, молодое поселение. В этом году, 9 июня, нам будет 2 года. На сегодняшний день в городе проживает почти что 3000 человек. 2000 человек проживает постоянно, еще от 800 до 1000 человек ежедневно по принципу маятниковой миграции приезжают на работу из Казани и Зеленодольск. Несколько слов про университет, особенно, я думаю, студентам будет интересно, какие есть специальности. Это все IT-специальности, то есть это первый университет, который специализируется только на IT-специалистах. Это управление разработкой ПО, это робототехника, система управления баз данных, безопасность компьютерных систем и сетей, игровые компьютерные системы и машинная графика. Все преподавание в университете ведется на английском языке. Поэтому порядка 40 преподавателей, вернее, профессоров, они – экспаты. То есть иностранцы, которые приезжают, живут в городе или в Иннополисе, или в Казани и преподают в университете. Про выпуск я говорил уже, пропущу. Особая экономическая зона, как я уже говорил, особая преференция, обнулен налог на прибыль, налог на землю, налог на транспорт. Также снижены для IT-компании соцвыплаты и преференции по арендным ставкам. На сегодняшний день у нас более 50 компаний-резидентов особой экономической зоны. Особо хотелось бы отметить Яндекс, Сбербанк Технологии, которые разрабатывают все сервисы для Сбербанка. Компания «Мой офис», которая разрабатывает офис-аналог всем известного Microsoft Office. Татарстанские компании «ICL», также «Касперский», пока, к сожалению, не татарстанская, а «Барсгрупп» татарстанская компания. Но, в принципе, ряд других вы видите на картинке. Если вам интересно, вы можете всегда посмотреть на нашем сайте napolis.ru, какие компании у нас пришли. Кстати, Тинькофф открыл представительство, ищет head of office. Оставляйте резюме, звоните нам в консерв сервиса napolis.ru. Всегда рады. Качественное доступное жилье. На сегодняшний день 840 квартир построено, почти 800 заселено. В течение мая-середины июня мы заселим оставшиеся дома. Сейчас начато строительство нового квартала. Таким образом, я думаю, к концу года у нас появится еще жилье для молодых специалистов. Комфортная стоимость аренды – 7 тысяч за однокомнатную квартиру, 10 тысяч за двухкомнатную. Квартиры полностью меблированы бытовой техникой и т.д. и т.п. Вся необходимая городская инфраструктура. У нас есть автобусы, 21 рейс по маршруту Казани на полис и обратно. Пока абсолютно бесплатные для всех. Городские сервисы. У нас открылся ресторан, у нас есть бар, в котором студенты проводят вечера. У нас есть хороший спорткомплекс. Медицинский центр с уникальным набором услуг для, в принципе, такого небольшого поселения. То есть, в принципе, мы заботимся о том, чтобы наши жители могли получать в таком небольшом пока городе все необходимые сервисы, которые присущи, являются необходимыми атрибутами, в принципе, любого современного города. Так вот, по поводу начала моей презентации, по поводу оттока кадров и т.д. Мы рассматриваем концепцию города, как город, как сервис, city as a service. Таким образом, мы создаем условия в городе для того, чтобы специалисты со всей страны или за рубежа могли к нам приехать, зарабатывать деньги. А для нас это обратный поток, возврат инвестиций в виде налогов, которые оставляют компании-резиденты и сотрудники компании в виде НДФЛ. Таким образом, мы говорим о том, что современный город – это не только набор зданий, территорий и точечных функций. Иннополис – город, как сервис и современный продукт. Четыре основных вехи. Мы говорим о том, что Иннополис как стартап, Иннополис как сервисная компания для жителей и для тех, кто планирует стать жителем. Мы проповедуем идеологию, что житель – это клиент города, и мы заботимся о жителе. И новая концепция у нас, мы ее сейчас в ходе того, как мы уже получили год-полтора года работы с жителями, концепция Иннополис – от города для всех в город для себя. Про сервисы текущие я уже сказал. Итак, фокус на привлечении удержания жителей, глубокая аналитика по жителям на всех этапах. То есть мы пытаемся сегментировать, понять потребность каждого из сегмента жителей, определить, скажем так, сценарий их взаимодействия с городом, с сервисами. Что им необходимо, что им не хватает, что хотелось бы улучшить. Бизнес-модель города через Арпу и НДФЛ. Арпу – не зря это термин от операторов сотовой связи. То есть мы видим, сколько нам в среднем каждый житель приносит возврат инвестиций в виде налогов. Лояльность жителей и вероятность городских сервисов как целевые KPI. Это я пропущу. Если кому интересно будет, я эту презентацию выложу, можете посмотреть. Итак, откуда мы узнаем, в принципе, получаем обратную связь про город? У нас есть фокус-группы, у нас есть опросы. Основной инструмент, и сейчас мы переходим к тематике, в принципе, нашей конференции – инновации управления в государственном секторе. Каким образом мы управляем и взаимодействуем с жителями? Мы взаимодействуем через мессенджер, телеграмм в основном. Это основной канал связи. У нас существует более ста групп в городе живых по интересам. Супернополис – это супергруппа, в которой находятся жители и желающие переехать в город. Приближается к отметке полторы тысячи участников в этой группе. Есть тематические – детский сад, спорткомплекс, университет, жилые дома. Сейчас дошло до того, что у нас собрание жильцов, они в каждый дом, у них своя группа, они в нее пишут, собирают, например, показания счетчиков или предлагают какие-то идеи. Далее через запросы в колл-центр. У нас в городе есть колл-центр 24 на 7 работает, куда любой житель может написать или позвонить посредством телеграммы или электронной почты. И на любые вопросы им отвечают. Также этот сервис работает как служба единого окна. Можно подать документы, например, на загранпаспорт, на регистрацию и так далее. В будущем мы думаем о том, что мы будем также получать данные о поведенческой модели жителей через камеры наблюдения, расположенные в общественных зонах. Сенсоры и счетчики у нас построены. В городе опытная зона по интернет вещей. И мы сейчас оснащаем наше жилье умными датчиками для того, чтобы, помимо того, чтобы экономить ресурсы, также получать информацию о том, каким образом наши сервисы используются в городе. И сегментируем, то, что я уже сказал, перефинифицируем группы жителей. Я немножко вперед иду, я уже все рассказал, на самом деле. А тут, оказывается, слайды есть. Вот про телеграмму я уже рассказал. Далее мы комплексные исследования индекса счастья жителей проводим. Проводим большие опросы, узнаем, получаем обратную связь. Кроме этого, у нас есть отдельная работа с теми людьми, которые по тем или иным причинам, не будем скрывать, не понравились в городе, или они расторгли трудовой договор с компанией, куда они нанимались. И когда они уезжают, мы стараемся, также их приглашаем, получаем обратную связь и пытаемся понять, что же было сделано не так, и что же нужно сделать для того, чтобы жители, IT-специалисты с своими семьями хотели приезжать к нам и оставались жить в нашем городе. Всех вас приглашаю посетить город Иннополис. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое за вашу презентацию. Она была очень информативной и интересной. Мы рассказали очень много об инновационных подходах по улучшению республики. Мы переходим к последнему спикеру данной сессии. господин Манукян, который является представителем ООН, подразделением экономического и социального развития. И он расскажет нам о знаниях и опыте ООН в сфере инновационного управления в государственном церкви. Спасибо большое, Людмила. Я извиняюсь за то, что мне нужно будет выступать с моего места. Я разбил очки, и поэтому мне придется выступать с моего места. Дамы и господа, и уважаемые коллеги, это прекрасная возможность для меня выступать здесь и представлять ООН, подразделение развития экономического и социального развития. Позвольте мне начать с того, что я хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия и Казань за такой теплый прием. Мое подразделение очень долгое время сотрудничает с Неспасе в сфере государственного управления. А потому я действительно очень рад участвовать в данной конференции. Я думаю, что нам есть что обсудить в сфере государственного управления относительно всех вопросов, с которыми на данный момент мы сталкиваемся. Спасибо. Самая главная тема конференции – это инновационное управление в государственном секторе. И действительно, выявить инновационные методы для управления в государственном секторе помогает нам более эффективно осуществлять работу и в то же время дешевле для налогоплательщиков и для государства. Это не только очень важно, это необходимо для реформации данного сектора. Мы все должны с вами согласиться, что улучшение данной сферы крайне важно для достижения наших результатов. И это также необходимо для развития, всестороннего развития. Две недели назад Комитет по экспорту и управлению ООН провел 60-ю сессию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Комитет обсуждал и пришел к консенсусу, что именно осуществление инновационного управления может помочь нам подойти к интеграционному, к всестороннему подходу в управлении различными институтами и обращать небольшое внимание на центральную роль правительства на муниципальном уровне. Были также обсуждены долгосрочные перспективы и планы. Взаимодействие институтов с обществом играет важнейшую роль в осуществлении планов. Без этого невозможно осуществить задуманного. Я также хотел бы поддержать важность муниципальных властей. Невозможно переоценить роль муниципального правительства, потому как действия на местном уровне в большей степени способствуют развитию. И последнее, что я хотел сказать, но не последнее по важности, то, что нам нужно развить принципы эффективного управления, потому как именно эти принципы могут нам помочь думать о конкретном осуществимом улучшении управления, учитывая возможности каждой страны и культурные особенности. Однако, различные обстоятельства и приоритеты могут различаться от страны к стране. Мы все должны стремиться к достижению цели, не оставляя никого позади. Всего лишь несколько лет назад мы изучали роль управления в государственном секторе и какую роль она играет в достижении результатов. учитывая нестабильную окружающую среду и нестабильность всемирного финансового рынка, мы должны были учитывать данные обстоятельства. и именно учитывая данный фон, данные обстоятельства, мы понимаем, что роль управления в государственном секторе крайне важна для того, чтобы отвечать новым требованиям. А мой вопрос следующий. Что же изменилось с тех пор? Насколько я понимаю, международное сообщество устанавливает еще более амбициозные цели, и для осуществления этих новых целей нам будет необходимо действовать в более сложной окружающей среде, при более сложных обстоятельствах, учитывая международные конфликты, и учитывая все проблемы, вы, скорее всего, согласитесь со мной, что достижение целей становится достаточно тяжелой задачей практически для всех стран, и, конечно же, для развивающихся стран это очень тяжело. А потому что, если мы говорим об изменениях, единственное, что не изменилось, это крайняя важность управления в государственном секторе и развитие программ по управлению в государственном секторе. И почему же? Потому что, учитывая систему страны, в любой стране государственный сектор является самым главным инструментом для устойчивого развития. А потому что нет никаких сомнений, что тщательное государственное управление в государственном секторе играет самую важную роль. Это центральный инструмент, позволяющий развиваться в стране. А потому он уделяет огромное внимание необходимости переоценки стратегических планов для достижения этих целей. Невозможно переоценить важность данной сферы. Она позволяет создать качественную рабочую среду, включающую в себя всех граждан и госслужащих. Без культуры лидерства невозможно достичь стабильного развития. Можно заключить, что самый важный пункт развития – это качественное управление в государственном секторе. Оно должно быть не только эффективным, но и профессиональным, надежным, креативным, и, конечно же, оно должно быть инновационным, которое поможет нам построить стабильную базу для достижения результатов. Я должен признаться с сожалением, что когда я попытался понять последние новости в мире, я понял, что вещи очень сильно поменялись, причем очень неожиданно, что совсем недавно рассматривалось как положительные факторы, сейчас рассматривается неверным. А то, что ранее осуждалось, на данном приобретает положительные оттенки. Многие люди полагают, что подмена ценностей, изменение ценностей происходит во всех обществах, во всех культурах. И данные тренды влияют на нашу жизнь очень-очень сильно. В свете данной информации, я думаю, что данная конференция, которая имеет свою цель обсуждения и инновации в управлении в государственном секторе, поможет нам повернуть вспять все негативные изменения, произошедшие в обществе, и поможет нам достичь успеха в управлении в государственном секторе. только таким способом мы можем укрепить доверие народа к правительству. Нет никаких сомнений, что сильное управление в государственном секторе необходимы для устойчивого развития, и также необходимы развитие рабочей силы. Нужно особенно отметить, что все это базируется на положительном отношении людей, потому как именно ценности делают управление в государственном секторе более эффективным, что необходимо для устойчивого развития. Мы призываем к понятности и четкости действий. В центре действий всех должны находиться граждане. И последнее, что мне хотелось бы добавить, это разница между тем, что называется профессионалом, и тем, что профессионал это человек, который обладает огромным количеством навыков, для человека с определенным характером, преданный своему делу, с определенным отношением к своей работе, который всегда старается достичь высот и вершин своей работе. Конечно, личные качества очень важны, и они должны сопровождаться качествами лидера, организационными качествами, признанием этики. и в данной связи нужно сказать, что школы, обучающие государственных служащих, играют самую важную роль в подготовке кадров. здесь хотелось бы отметить, что одним из исходов данной конференции будет достижение интересных решений. я хочу вас поблагодарить за присутственные конференции. Спасибо большое. Сейчас у нас прошу прощения за чтение. Здесь представлен и высший уровень. лауреат премии МЗИ Микеладзе за свою докторскую диссертацию. А также из Любляны и Михаил Дефрис из Нидилл Орландов. Это наши известные гости. Михаил Дефрис он бывший президент ассоциации и мы попросим его провести это награждение. Спасибо мистер президент органайзер все здесь хорошо не только из-за места потому что здесь только аспирантов и студентов это вам дает возможность взглянуть в будущее в госуправлении и сегодня вместе с профессором с профессором Станко и профессором Карлин нам позвалили высказать свое мнение о докторской диссертации опубликованной в прошлом году и здесь у нас лауреат премии из Талинского университета пирет террорист объясню почему она провела исследование энергетических технологий во многих сферах и это о государственном и предпринимательском секторе и дальше она провела очень хорошее исследование предприняла мультиметодный подход и использовала разные методы анализов которые проведены на высшем уровне диссертации не только защитила свою диссертацию но она создала замечательные статьи она известна как известный автор в сфере администрирования и поэтому ее ее диссертации достаточно мощная и в этом году она на этой конферанции и один из ведущих людей делающих здесь доклад я поздравляю вас поздравляю перед тонарист которая является лауреатом премии льзи никеладзе м м